Чебоксарам исполнилось 549 лет. В свой день рождения столица отметила с размахом. Концерты, представления, спортивные состязания. За два дня состоялось множество самых разных мероприятий. В честь Дня города в Чебоксарах открылась и Детская Академия Искусств. О том, чему в ней будут учить Ольга Пырочкина. Детям, которые планируют поступать в Академию Искусств, и их родителям предстоит сложный выбор. В какую именно секцию пойти, когда хочется во все. У Светланы Кондратьевой Академию видно практически из окна. Вы отдадите детей своих в секции? Вот, очень хотела бы. Поэтому пришли узнавать, какие здесь есть секции. В частности, пока для старшей дочки, маленькому пока рановато. А какие предположения? Куда хотите? Танцы мы хотим. Чтобы сориентировать будущих учеников, прямо на улице устроили мастер-классы. Глаза разбежались даже у нашей съемочной группы. Это у нас монотирел называется. Мы кладем на стекло вот такие кляксы. Сейчас я вам покажу. Кляксы кладем, чтобы краски между собой, главное, сочетались, желательно. Так, кладем. Допустим. И результат зависит от того, как мы его поднимем. Мы его можем вот так просто поднять. Мы его можем подтянуть. Мы его можем и подтянуть. Вот здесь. И закрутить. Посмотрите, как это на волны похоже, да? Волны похожи. Да. Вот и ищем потом. А может это просто птичку потом проручиться. Дальше вы его дорабатываете. Потом мы... Вот ребенок фантазирует, начинает. Кроме развития фантазии, творчество запускают в организме и другие важные процессы, рассказывают специалисты. Дети всю жизнь любили лепить, а потом, естественно, украшать свое изделие. Мелкая моторика. Чем мельче рисунок, чем мельче деталька, тем, значит, у них более, как это больше извин появляется, начинают более сообразительное, более собранное. Мелкую моторику мне развивать поздно, но попробовать технику Гараташ хотелось, так что пришлось ненадолго выпустить из рук микрофон. Смотрите, что у нас получилось. Да, НТРК Чувашии. Если бы у нас было больше времени, я обещаю, я бы попробовала изобразить еще и наш логотип. Пока я творила за информационный фронт, можно было не беспокоиться. Одна из студий, которая разместится в Академии, куча мала, готовит достойную смену. А вы в детстве в какие кружки ходили? В кружки? Петь ходил, танцевать ходил. У нас не было, когда мы были маленькими, таких огромных возможностей практически. Я это честно скажу. И потом спортом занимались. А сейчас в какую студию записались? В студию не записались. Нет, пригласите, я приду. Ну на самом деле сейчас непонятно, кто у кого возьмет интервью. Как вас зовут? Меня Журавлева Настя. Журавлева Настя. Вы сейчас первый раз взяли интервью, да, у главы Чувашской республики сразу. Да. Как ощущения, Настя? Так приятные. Почему вам нравится заниматься журналистикой? Ну, я попробовала ходить куча мала, мне понравилось. Разные виды изобразительного искусства. Музыка, театр, медиа-центр, хореография, инженерные направления. В столице республики это пока единственное, настолько многопрофильное учреждение дополнительного образования. Заниматься здесь смогут 1200 детей. Мы смотрели подобные объекты Москвы, Казани, какие передовые технологии переняли. Расположение кабинетов, их содержательная часть, востребованность на сегодняшний день родителями, детьми. Здесь же не только классическое образование, здесь есть и новое интеллектуальное направление. Это и робототехника, это и передомоделирование. Глава города Евгений Кадышев в детстве учился играть на фортепиано и скрипке. Как только попал на сальфеджио, сразу кончилось все желание заниматься музыкальными предметами и музыкой в целом. Потом долго жалел об этом, когда уже стал взрослым юношей, учился в университете. Хочется сказать этим ребятам, не бросайте эту тему. Если пошли на художника, учитесь. Не важно, будешь ты живописцем прекрасным. Ты будешь просто понимать прекрасное, видеть глазами это все, глазами художника. Учебный год в новой академии начнется 1 сентября. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика.